Мир всем! С вами Серёга Романович и я подумал, раз я постоянно кушаю курочку, почему бы мне не записать, как я её готовлю? Это моё любимое блюдо, просто я беру курочку и жарю её в духовке, а потом варю либо гречечку, либо картофельное пюре. И сегодня у нас будет гречка и вместо соуса я использую плавленый сыр. Вот так беру, короче, плавленый сыр, потом гречечку, ем. Вообще просто конфетка. Короче, сейчас моё самое любимое место в доме – это кухня. Потому что я в последнее время начал готовить, и мне это, как ни странно, начало нравиться. То есть я люблю готовить, реально. Я люблю там курочку себе пожарить, приготовить её. Это единственное, что я готовлю. Так что сейчас я помою курицу, потом мы её замаринуем, и всё это будем снимать, и потом панжарём. После того, как мы помыли курочку, я хочу её посолить. Я беру и солю курочку, и потом буду её натирать, чтобы эта соль прямо въелась в её нежную кожицу. И делаем то же самое, но теперь с приправкой. Вот она, красавица. Начнём всё это втирать в нашу курочку, чтобы она как следует пропахла потом. Чтобы была ароматной, сочной, вкусной. Ой, я себе в глаз попал. Глаз заслезился. Ну что я шлёпнул её? Она не ответила мне взаимостей. Всё это дело вот так вот, как красиво, как красиво. Всё это счастливо. Да, выглядит неплохо. Хороший грым. Вообще потом можно курицу оставить в холодильнике минут на 20. Но у меня нет времени, потому что у меня... Сейчас же пост у нас идёт. Я ем только после 9.20, где-то так. А сейчас уже 8.30. Поэтому ждать ещё пока 20 минут она замаринуется я не могу. Она уже быстрее приготовить, быстрее сесть за стол. Я обычно ставлю духовку на 200 градусов, чтобы её разогреть. Я установлю время 50 минут. 10 минут на то, чтобы духовочка разогрелась. И потом поставим ту окурочку и минут 40 её готовим. Пока что можно её, на самом деле, поставить в холодильник на эти 10 минут. Так. Начнём готовить гречку. Ну, это вообще просто. Я думаю, тут особо как бы ума не надо, чтобы её сделать. Это, кстати, вот кто меня смотрит, да, вот, наверное, дети маленькие. Начинайте готовить уже. Реально. Я вот в лет 15 не умел ничего. Вон, вон сколько грязи. Видишь? Вон вода какая мутная. Гречку промыли потом. И мы её будем варить нетрадиционным способом. Гречку высыпаем. И потом туда сливаем горячей воды, чтобы она была сантиметра на полтора-два выше, чем гречка. Потом это всё накрываем крышкой. Вот такой. Ждём 20 минут. И всё. И гречка готова. Решили уехать на Шри-Ланку. Короче, купили билет. Решили сорваться вот так просто. Я давно хотел поехать, но всё не решалось. Там были какие-то проблемы непонятные. Со съёмками, ещё с чем-то. Потом что-то сегодня сидим, такие, ну что, поедем, поехали. Психанули, купили билет. И вот уже 4 числа вылетаем через 3 дня. Я не знаю, когда вы это видео увидите. И будут мега-крутые выпуски на Шри-Ланке. Мы будем там целых 20 дней. Кстати, 20 дней просто. Это будет вообще взрыв мозгов, мне кажется. Чувствую, будет очень круто. Я буду учиться кататься на сёрфинге. Будем лазить по джунглям, убивать обезьян. В общем, я думаю, будет весело. Короче, переехали на ВДНХ сейчас. Ну, квартира студийного плана. Вот тут, как видите, входная дверь, собственно, оттуда всё начинается. Здесь два шкафа там всякие. Ну, тут понятно, чем можно заниматься, как бы. В общем, помимо того, чтобы умываться. Вот, короче, кроватка. Здесь я исклю, отдыхаю. Кайф, ну, здесь тоже шкаф. Всё такое чёрно-белое. Короче, как будто бы... Вот, как будто под нас сделали хату, реально. Как будто бы просто вот знали предпочтение. Я вообще по чёрно-белому цвету вообще выбиваюсь. Вообще чёрный мой любимый. Поэтому, когда я зашёл сюда, я сказал, блин, всё, берём 100%. Ну, в смысле, не берём, а снимаем. Всё, давайте, готовы заехать. Так что вот такая вот уютная, небольшая, стильная квартирка. И сейчас вообще начнётся время путешествия, реально. То есть я сейчас уёду на Шри-Ланку на 20 дней, потом приёду, потом у меня начнутся съёмки. И потом где-то осенью я улечу в Америку на 2 месяца. И целых 2 месяца буду в Лос-Анджелес. Тоже поеду туда по делам. И я представляю, как будет круто, реально. Я уже, в моих фантазиях, я просто беру, арендую Dodge Challenger. И там по трассе такая, 66, виноград-канюн там. Проезжаю, короче, за мной менты и отстреливаюсь. По пустыне от них уезжаю. В общем, жду этого путешествия. Вообще путешествие, это моя страсть. Я чувствую, прям, если я сейчас начну, то я потом не остановлюсь. Кстати, вскипел чайник, поэтому мы берём его в эту штуку, взливаем кипятка. И всё, накрываем это крышкой ровно на 20 минут. Кстати, да, Адам напоминает мне крово, просто всем за друг. Достаем курочку, которая уже завареновалась. Выкладываем туда аккуратненько нашу курочку. Сейчас взорвётся. Просто её вот так воткнуть. Идём, идём. Боже, зовёт нас. Ах, красиво. Уменьшаю температуру я до 100, 190, до 100, до 100, до 100 и 90, до 190 градусов, или градусах, до 190 градусов. Уменьшил температуру до 190, всё, оставляем, 38 минут. Я думаю, она приготовится, может быть, раньше, может, позже, посмотрим. Будем смотреть по её самочувствию, как она будет выглядеть. Кстати, если кто-то едет на Шри-Ланку, то, как бы, подъезжайте. Мы будем отдыхать в серфинг-деревне, которой владеют русские ребята. Она называется Good Story Surf. Ссылку вы сейчас увидели и логотип. И я их укажу в описании к этому видео. То есть, взяли ребята, любили серфинг, потом решили, а почему бы нам не сделать свою, как бы, свою базу отдыха. И организовали свою базу отдыха, и теперь к ним постоянно приезжают люди, как бы, любители серфинга, да, и отдыхают. И это очень круто. Поэтому, я чувствую, я буду рассекать волны в этом Good Story Surf. Надеюсь, они меня не разочаруют. И я их тоже. Ждём, когда всё приготовится, и будем ужинать. Прошло 20 минут, а это значит, что гречка должна быть уже готова. Проверим, так ли это или нет. Та-дам! Вон, видите, она какая рассыпчатая. Берём, вот так вот поднимаем. И вся вода у нас стекает туда. То есть, штука реально очень удобная. Это гораздо удобнее, чем варить, там, например, в той же кастрюле, или ещё где-то. Я себя чувствую каким-то кулинарным ложком. Как будто я веду блог для людей за 40, короче. Ставим на место. Берём сливочное масло. О, такого куска хватит. Время ещё есть. Ждём курочку. Пришло время. Это значит, что я могу, наконец-таки, выпить водички. Ну так кайф вообще. Всё, в принципе, я доволен жизнью. Для счастья много не надо, на самом деле. Просто весь день не ешь, потом поешь. И будешь чувствовать себя просто самым счастливым человеком. Ждём курочку. Осталась минутка. Всё, на часах у нас ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль. Там уже всё... Вот он! Вот он этот звук! Вон она, вкусняшка плавает золотистая. Она выглядит просто прекрасно. Как будто золотой слиток. Как будто мы клад нарыли тут. Это то, что я использую вместо соуса. Это реально тема. Очень вкусно получается. Я уже быстрее хочу сесть за стол, поэтому у меня вообще пофигу, как будто резаны помидорки. Та-дам! Потом берём так... Просто вкусман вот такой вот. Вот такой вкусманчик. На край тарелочки его опускаем. И всё, и получается просто замечательно. Потом я так беру гречечку, если она не солёная, это не важно. Вот так. И немножечко вот так. Ребята, Это... Это такой кайф. А курочка, наверное... Ммм... Ммм... Ну это просто! И вот с этим соусом, в смысле сыром, и гречком. И потом вот так вот помидорки закусываем. Он просто нет слов. Так что, вы посмотрели, как я сегодня приготовил это обычное, но очень вкусное блюдо. И можете написать в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я приготовил. И самое какое-нибудь креативное блюдо или предложение мы приготовим прямо на Шри-Ланке. Прямо там найдём какие-нибудь сковородки или будем жарить. Знаете, так вот в костёр разведём, палка об палку, и будем там варить в котле. Поэтому пишите свои предложения в комментариях. И это блюдо я приготовлю. Всё. Мира всем! С вами был Сергей Громанович. А теперь я пошёл жрать! Субтитры сделал DimaTorzok